Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Просто у меня очень мало времени и многого хотелось бы вам рассказать, поэтому о себе я буду стараться поменьше говорить. Но суть в том, что только то, что касается дела. Я работаю в разных сферах и уже более 20 лет геймдеби, и работаю с разными проектами, в том числе Кайтдек, и тоже партнеры разных компаний в разных странах, и сюда я приехал рассказать про VR, какие-то свои проекты. И поскольку я работаю с этим плотно в индустрии и по всему миру, то рассказать, что я знаю, что я заметил, как-то вас воодушевить, расширить ваши границы восприятия виртуальной реальности, что это такое, откуда пришло и тому подобное. У меня есть ряд партнеров, о которых я тоже больше расскажу. Ну, в первую очередь сказать, да, я доктор наук, у меня MBA, там психологический и все такое. Еще больше книги на эту тему, но это уже позже. Короче, что такое VR? На самом деле традиционно хотелось бы для понимания того полноценного, что такое VR, сказать, что виртуальная реальность этот термин используется только в индустрии. С точки зрения вообще исследований, с точки зрения вообще каких-либо подходов, виртуальная реальность – это понятие очень сложно определить полноценно, поэтому под виртуальной реальностью мы понимаем только технологии, которые максимально эффективно на данный момент помогают создать какую-то альтернативу объективной реальности, которую будет воспринимать наш сенсор. То есть, дело в том, что вы знаете, что люди, они в принципе достаточно интересно устроены, у них есть какие-то сенсоры, которые воспринимают информацию. И виртуальная реальность, по сути, в нашем понимании, что мы сегодня обсуждаем, это реально какие-то технологии, которые создают информацию и ею снабжают сенсоры человека, и эта информация вмешивается в восприятие человека окружающего мира. И эта информация не соответствует реальному окружающему миру, то есть она как бы подменяет его. Вот это и есть виртуальная реальность. По сути, для человека все, что воспринимает, реально. Виртуальная реальность, не виртуальная, воображаемая и так далее. Виртуальная реальность – это маленький кусочек более, ну, огромного, пускай, вообще направлений, методик и тому подобное. Даже AR изначально появилась только именно термин, который появился в индустрии, как дополненная реальность. А до этого было altered reality, то есть измененная реальность. Поэтому традиционно в игровых разработках и исследованиях фигурировало AR совсем по-другому. То есть, и эти игры, вот, кстати, можете там подметить, посмотрите, Джейн Макгонагалл, знаменитейший спикер и разработчик AR-игр именно измененной реальности. Она на треть выступала, очень интересно ее послушать про то, как игры меняют мир. У нее книга есть «Reality is broken», очень рекомендую ее. И она разработчик измененной реальности. Ну, игры, которые изменяют реальность. Это, на самом деле, игры, которые помогают людям изменить объективную реальность. То есть, это очень интересное предназделение, это управление. И еще много других дополнений. Все это является куском, мы еще больше обсудим, какой индустрии, которая более крупная. Значит, в первую очередь, с кем я работаю, это мои друзья, партнеры Tesla Swift, мы уже слышали, у нас в Беларуси, они разработали первую, ну, это Беларусь в Лондоне. Мы разработали первую полную VR костюм. Я вам рассказал такие вот книжечки, пущу по рядам, чтобы вы еще посмотрели. Это уникальная возможность, к примеру, не только людям играть там что-то, и они пока что продают, допустим, эту технологию. Побольше вы узнаете уже от них, там, мы поподробнее можем потом поговорить. Но, по сути, это возможность еще не просто участвовать в каких-то программах, но и возможность, там 68 сенсоров, получать сигналы от человека, какие-то данные для исследования человеческих реакций, для того, чтобы разрабатывать еще более эффективные методы воздействия на человека. Также я сотрудничаю с 4iLav, с которым совместно мы разработали направление реабилитации через VR просто для инсультов, потому что кто-то знает их, по их проектам они там драконов разработали, Drunk of Dead, их знаменитый проект, в котором, когда они Хакадонова выдвинули, они приняли, чтобы сплавить народ, и тут к ним пришла слава. Их везде стали приглашать, и они, ну, у них очень хорошие, это здесь самых известных проектов, они много чего еще отпускают. Ваша украинская компания, допустим, замечательная, которую я хотел бы упомянуть. Дело в том, что много интересных направлений. Это фронт-питчерсы, в Киеве там находятся, они используют... Что такое виртуальная реальность? Это не только мы стереотипно привыкли воспринимать, так как вот эти очки на глаза, на виртуальная реальность может быть что угодно. К примеру, если вы услышите шум дождя сейчас в толпе звуки, это будет виртуальная реальность или нет? Будет совершенно верно. Вот хорошо, что я не первый выступал, я там сидел, кто-то выступит это сразу. Убираюсь, знает про звуки, там уже рассказали слабо. На самом деле разрабатываются даже игры в мобильных приложениях, вот вы можете скачать, например, Online Legend, французский проект, ролевые игры-приложения для слепых. И вы реально можете погрузиться. Ну, то есть для слепых, допустим, для них изображение не будет основным. То есть VR — это совокупность разработанных технологий, как коллеги спикеры передо мной рассказывали, действительно, и аудио, и видео, и много-много-много всего другого, что еще и разрабатывается, и еще даже не все используется. Но кроме всего прочего, дело в том, что если мы рассматриваем виртуальную реальность, представьте планетарий. А теперь представьте, что вы заходите изображение не только наверху, а везде вокруг вас. Это будет виртуальной реальностью. Да, это будет виртуальной реальностью. И у вас, кстати, в Киеве одна из самых крутых компаний в мире, которые производят эти технологии. Она работает на Японии. Первая в мире — 360. Не такой, как у нас — 360 по кругу, а полноценный, полностью сфер. 360 кинотеатров построили в Южной Корее. Именно украинские ребята, вот Front Pictures, я их тоже прошу, тут пущу. И они поставляют их в Беларуси везде-везде на оборудование для планетари. Кстати, они обслуживали ваше Евровидение. Это у них такие проекты установлены, которые удивительные такие всякие вещи делают. У них не хватает софта и программного обеспечения для того, чтобы контент обеспечить. Хотя клиентов полно уже инфраструктура есть, тоже можно с ними посотрудничать, очень рекомендую. Ребята делают игры там и все такое. Это интересная новая технология виртуальной реальности. И эти куполы, они разработаны, чтобы они были приносны. Тоже виртуальная реальность. И видите, и сразу проблема вот того, что экран перед глазами, а эту проблему вы никогда не решите, потому что она портит здоровье, сразу уходит. И проблема поставства. Ну, конечно, мобильность не такая. И цена за этот купол, чтобы домой купить, тоже особая. Но все равно, видите, уже интересное новое направление открылось. Дальше. Ну, это один из самых проектов в Украине. Есть еще компания Art of Reality. Вы знаете, может, слышал Combat Vision. В принципе, этот проект, он больше социальный. Когда-то был химический, сейчас тоже работает. Но он используется, к примеру, сейчас на практике. Атол, к примеру, сотрудничает, там, не 150, ну, более 10 тысяч использователей, которые вполне активно используют его на практике, очень эффективно. И сейчас на Запад продвигаем, как VR-проект, который, по-моему, содействует там, Meal Simulation, всяким игровым проектом и тому подобное. Дальше. Это наш партнер в Air Reality. Это сеть клубов, которая сотрудничает с PlayStation. И они, допустим, помогают нам исследовать и разрабатывать проекты по социальной реабилитации. Идеи, вот как то, что мы упоминали после инсультов, они выделяют время, приходят люди, и мы бесплатно помогаем тем, кто пострадал от инсультов. Кроме того, еще благодаря им, поскольку это клуб, как старый добрый клуб компьютерных игр, сейчас вот появляются такие, как бы, такие кабинки, с такими кабинками интересными, как раньше телеводных компаний, когда мы звонили с почты, приходят и одевают шлема, и могут командой играть, пожалуйста, на оборону. И это очень сложно, потому что полноценный комплект, уже упоминает, достаточно дорогу. А здесь пойти, можно на время поиграть, уйти. И все равно людям очень тяжело долго выдержать виртуальной реальности. И благодаря им исследованиям проводим по негативных, тоже позитивных эффектам. Это очень тоже интересно. То есть каких-то партнеров у меня вот это достаточно много, и мы сотрудничаем. Кроме того, ну вот это Front Pictures, небольшая презентация. Я вот сейчас выпускаю вам и технички, чтобы вы там все посмотрели, и у вас были перед глазами какие-то не только электронные, еще и бумажные изображения, которые разбавили бы медиа, которая здесь используется. Значит, дальше. Все это, виртуальная реальность, ER, ER используются термины изначально. Это все кусочек Immersive Multimedia. То есть виртуальная реальность – это просто кусок именно этого направления. Виртуальный Environment еще называют Immersive Experience. И Experience Economy – это целая новая концепция, которая используется очень широко во всем мире. И сейчас мы даже развиваем конференции, проводятся поэтому у нас… Дело в том, что когда… чем больше развивается VR, уже упоминалось, что виртуальная реальность не дотягивает до реальность. И даже когда вы сделаете вообще шикарнейшую программу, она не может тягаться с реальностью. Если мы делаем уже виртуальную реальность, есть один очень классный специалист, мой друг, польский, который автор… он график делал «Первый ведьмак», «Пейнкиллер», там, «Get Living», у него фармпись отдать его сейчас, который… Он интересно сказал, если лучше использовать технологию, так используется либо для того, кто не может по-другому этот опыт получить, либо использовать ее так, как только ее можно использовать. А по-другому смысла нет. Понятно? И, в принципе, благодаря этому растет еще и другая, вторая сторона индустрии, это, допустим, ролевые игрушевые действия, LARC, так называемые, или как в Великобритании Life Role Plane, то есть. И эта индустрия начала пользоваться большим спросом, потому что люди получают тень, воспоминания, оттенок, эмоции в виртуальной реальности, а потом они хотят попасть в этот Hogwarts, а-ля колледжи «Волшебства» и так далее и так подобное. И, на самом деле, эта индустрия уже много лет развивается и популяризируется. К примеру, вот конференцию, которую проводит Клаус Раст, главный организатор, основатель этого направления, ну, один из самых популярных в Европе, как минимум, колледжа «Вызорды», смотрите цены, если вы следователь, то у вас скидка, всего 3200 стоит билет, а если вы ее от корпорации, то 7200 евро стоит билет, и уже на сентябрь продано. Вы можете зайти на сайт и посмотреть. Ведущие специалисты в мире – это так называемая экономика погружения. И это уже давным-давно существующий момент. В геймбеге на Западе уже давно понятно, что при разработке игр, при работе с нарративом одно из важнейших – это погрузиться. И экономика переживаний, опыта, который получает человек – это самое ценное, что, в принципе, и продают. И об этом надо думать, что он испытает, что испытает клиенты в ваших целевых историях, когда они попадут в ваш проект, в ваш продукт. Делать ради того, чтобы сделать – это творчество. Но вы знаете, что искусство – это уже совершенно другой уровень. У нас все эти технологии, они развиваются, это немножко похоже на субкультуру. Мы молоды. Не хватает обучения – это не плюс и минус. Плюс, как тут упоминали, людям некоторые вещи не объяснили, что так нельзя. И они вот как какой-то Tesla – бах, и сделали полный костюм. Хотя там уже много лет, там, то наручи сделают, то на грудничек какой-нибудь там все. А минус в том, что когда это делают, не всегда понимают полный потенциал. И повторить успех очень тяжело, потому что это скорее стихийно получается, чем реально запланированный успех. И в очень многих топовых компаниях, которые вроде успешно брать и пустили, потом руководители спрашивают, а вот как вы вот это решение стратегически принимали. И оказалось, что совершенно скучайно. Он где-то сидел, услышал слово, принял решение, бах, оно сработало в плюс. Они не мыслят так, не рассчитывают и не знают даже по каким критериям оценивать свои решения. То есть это достаточно серьезная индустрия, и про это можно изучать, вы хотите, где изучать. На самом деле VR в игровом плане не только занимается несколько международных организаций с рубежом. Самая популярная из них, ну, одна из самых древних, это International Simulation and Gaming Association. У этой организации, чтобы вы представляли уровень, у них только 48 лет их научному журналу, который четыре раза в год входит, одному из. 48 лет. У нас люди в СНГ, когда 4 или 5 сидят в индустрии, они уже партнером у них торчат. Здесь 48 лет. Представляете? Кстати, сейчас светлого журнала главный не так, как Джудомас Хирлианин Финн. Он один из основателей также международного журнала ролевых игр и очень талантливый ученый. Кстати, с удовольствием можно устроить с ним встречу, а он активно отвечает. Ну, все исследователи очень… Это их смысл существования, поделиться своими знаниями со всеми. Поэтому задавайте вам простые счастья. Это без этого, это как у коллекционеров, привести кого-нибудь и показать, чтобы сказать «Вау, какая коллекция». Так у ученых тоже самое, у академиков. Они собирают знания, уникальные знания. И они очень радуются, если кто-то приходит, «Ух ты, у тебя есть знания для них! Здорово! Это кому-то пригодилось! На!» С удовольствием. И поэтому не стесняйтесь. Настоящие исследователи и люди, как бы, в определенном уровне, они с удовольствием хотят быть полезными. Следующая, она более популярная ассоциация. Она больше, как бы, американской направленности на США. И International Game Developers, соответствующая, я тоже ее членом являюсь. Чтобы сотрудничать с этими ассоциациями, не обязательно являться их членом. Они все друг с другом тоже вполне себе взаимодействуют без всяких проблем и конкуренции. Игда, она больше такая направлена на индустрию игр и именно коммерческое развитие. Хотят тоже включать в себя всех желающих и всех, кто эту индустрию обслуживает. Значит, туда почти все, кстати, попасть без проблем мало. Так, дальше. Дигра. Это Digital Games Research Association. В основном она спонсируется компаниями, у которых есть свои MMORPG. крупные MMORPG, вот эти массовые онлайн-игры, там Blizzard, там софты и так далее. И они, на самом деле, ну, в основном, конечно, направленность на поддержку этой индустрии. То есть, если там оврите онлайн-компьютерных их, будет разрабатывать, какая-нибудь статья, они приятные опубликуют или, скорее всего, опубликуют, как там КАД, КАД собирается, чтобы в World of Warcraft пойти и босса вынести. И они вот под это, конечно, больше. Но благодаря им, допустим, в этом году они нас смотивировали, мы написали самые крупные исследования в истории по ролевым играм, ролевым методикам, которые издано вот 50 авторов со всего мира. С 12-го года над ним работали, 500 страниц, вот, может, можно, ну, уже в Токио. Издательство «Рутл» еще в Токио, на Амазоне уже продается. Тоже, как бы, свои плюсы есть все-таки в результате этого. И самая целенаправленная по этому направлению ассоциация, тоже, в которой я сотрудничаю активно, это VR и ARF Asusation. Они конкретно самые молодые, они созданы непосредственно под индустрию. Они очень активны, чтобы плоды их работы пожинать. Не обязательно туда вступать, на самом деле. Потому что туда, если компания вступает, там, под 2500, надо членских заплатить. Но, в принципе, они, одна из их целей, это популяризировать технологии и делиться этим даже с теми, кто не является членом. И на их сайте вполне себе можно очень много информации найти. Можно скачать книги, можно скачать статистики определенные. Можно бесплатно смотреть в онлайн-формате вебинары и выступления. У них конференций очень много проводится по всему миру. Выступления, как бы, спикеров можно абсолютно бесплатно найти, посмотреть, подписаться на их новости и рассылку. Книжки можно послать ММЭ, вот книжку получить там, которая висят некоторые. Вот. Конечно, тоже, действительно, это все-таки, как вы понимаете, ассоциация, которой основной целей является продвижение индустрии. Поэтому данные некоторые, которые не связаны с продвижением и пуляризацией, они не совсем афишируются этой ассоциацией, они упор делают на другую сторону. Не скрываются, но не упоминаются. Вот. У них есть подразделение, если говорить о VR, отдельно артиллерия. То есть тоже подразделение, ну, AR, да, VR, AR ассоциацией мы называем в основном варвара. Ну, оно так подходит. И у них есть подразделение артиллерии, вот, которое занимается непосредственно AR, и тоже отдельно исследует, как вы уже поняли, технологии разные, применение у них разное. Если VR там никогда не сможет эффективно пришиться в мобильную индустрию, ну, как бы не стараясь, это скорее такой промежуточный, отчаянный вариант будет у людей, то AR как раз в мобильной индустрии самое его место. И, ну, это очень быстро идет организация, и благодаря ей увеличилась популяризация, с ее основания, на 500 процентов развился рынок актуальной реальности за несколько лет. У них почти 4 тысячи компаний туда входят. Как вы видите, достаточно серьезная компания ее поддерживает, и тут, в принципе, абсолютно все, что вам интересно, в вашем доступе будет экспертиза, вся информация, можете найти, зайти на сайт и вполне себе это все. Очень много информации там по своему направлению. Но, ну, значит, основная цель – это нужно. У нас мало времени, поэтому я буду очень-очень быстро рассказывать. Я сократил презентацию до 50 слайдов, но это значит, что мне по минуте наказано. Так, на самом деле, официальная статистика, официальная статистика – 66% VR-технологий используется в здравоохранении. 66%. И, как вы видите, развлечения, наука, предпринимательство и образование делят оставшиеся 34%. То есть меньше 10% на развлекательную индустрию приходится. Меньше 10%. Представляете? То есть это не так, как у нас в странах. Совсем не так, правильно? Но я вам скажу, что это даже не совсем корректная информация. Процессы, на самом деле, другие. Здесь подсчитано по контрактам и тому, что доступна AR-VR ассоциация. Являясь одним из организаторов, там, белорусского геймдер-комьюнити, я имею возможность беседовать с компанией напрямую и знать, и у меня была возможность исследовать, уточнить в них, какие контракты по VR они получают. Вы знаете, что очень много компаний, крупных, они работают, и мне все в один голос и украинские, и белорусские компании рассказывают, что самый большой процент заказов по VR – это образование. Заказывают у них образовательные программы. Поэтому я бы сказал, что, может быть, процент не такой высокий в здравоохранении, если по миру смотреть. Потому что, конечно, это исследование в основном по Западу. Там у них здравоохранение – это гигантская индустрия, в отличие от нас, у нас не такая гигантская. И деньги там другие крутятся, и они исследуют, их результат исследует такой. Если по миру, то у нас, возможно, заказы, которые появляются у нас в СНГ и так далее, в основном по образованию. Мы работаем на тот же Запад, но они там не могут этот процесс вести. Может быть, не на первом, но на втором месте будет образование, как самая популярная сфера, в которой используется виртуальный технолог. Очень много направлений. Короче, подробнее, если надо, примеров и так далее. Мы в ходе упомянем, если надо, потом я вам спрошу. Проектов, которые используют виртуальную реальность, абсолютно никак не связанные с играми. Дальше. Здесь я немножко закрытый статистике, которые не должны популяризировать, но мы в СНГ находимся, они по-русски выступают. Вообще, вот это, пожалуйста, сколько денег в 2017 году, вот, пожалуйста, есть миллиарды долларов по сегментам распространенных на разные индустрии. И самое, конечно, как вы видите, большой спрос – это потребители. То есть, несмотря на то, что развиваются и новые разработки появляются технически, но тот же Tesla Suite, он работает только с компанией, потому что индивидуальный потребитель вряд ли сможет за 10 тысяч лет позволить костюм такой, чтобы поиграть. Ну, счет на единицы. Поэтому чаще всего приходится, если качественная новая технология, идти на… Но! Самая продаваемая, знаете, какая технология связана с VR? Самое низкоуровневое вот это вот приспособление для того, чтобы мобильник засовывать перед глазами и все. Хотя это самая вредная и самая некачественная технология. Но, к сожалению, она самая дешевая и самая популярная в мире. Так. Дальше. Здесь вот, пожалуйста, вам прогнозы, которые используются по, значит, AR и VR по росту рынка с 2016 года до 2021 года. И вы видите, насколько резкие скачки ожидаются. Потому что не только в маркете, но эффективно. Здесь был период, на самом деле, когда очень много уходило в исследования. Ну и с вами еще потом я упомяну. Виртуальная реальность – это вредная технология. Она в похожем виде уже была еще в 68-х годах почти точно такой же, как и у нас. Звук не такой чистый, но и так далее. Может быть, там была нет редкая графика. Но уже тогда она не использовалась такой популярностью из-за вреда здоровью потребителей. Сейчас маркетинг перекрывает вред здоровью. Мы можем юридически защитить сервис. Предупредит курение вредно на здоровье. И потребитель все равно покупает табачную продукцию. Она все равно одна из самых покупаемых в мире. То же самое и здесь. Как видите, виртуальная реальность и ее возможности они растут. И действительно, в первую очередь, здравоохранение, образование и другие сферы. Игровая индустрия не совсем развита в этом смысле. Про пронографическую индустрию я вообще не знаю. Сложно там статистику подвести, но может быть, да. Значит, здесь вот еще, как вы видите, проценты, ну так называемые куски пирога у различных платформ, у прогнозы и реальные цифры по миру и, ну и пожалуйста, по шлемам футуальной реальности, как вообще, кое-какие цифры для вашего интереса. А на эту презентацию у вас будет, вы потом посмотрите. Ну, мы поскажем. Я на смысл это интересно. Значит, пожалуйста, это прогнозы по объемам рынка относительно различных направлений. Он будет расти. И цена, ну как бы, и, скажем так, стоимость части рынка будет расти в геометрической прогрессии. Поэтому вы уже со временем, через год вы уже не сможете эту технологию обойти. Если здесь кто-то занялся виртуальной реальностью, так же на конференциях игровых и так далее, там смотришь и там пару проектов по виртуальной реальности. И все такие, о, занялся. Это как отдельное направление рассматривается. В будущем это будет не отдельное направление. Это как must-have будет. Это как запись на диске. Когда-то она считалась роспышью, а потом просто уже все забыли, что такое аудиокассеты, что такое бобины и так далее. То же самое и сейчас. Виртуальная реальность и съемки виртуальной реальности, они будут развиваться семимильными шагами, потому что во все, абсолютно все сферы индустрии ходят эта технология. Проблемы с виртуальной реальностью. Их гигантская мужесть. По сути, виртуальная реальность вредна всем купителям, если у них хоть какое-то заболевание есть. Это огромный стресс. В том виде, в котором мы привыкли их видеть, когда очень близко к экрану, когда наушники и так далее. Наушники вредны. И об этом пишут вам мобильник каждый раз, когда вы в наушниках пытаетесь увеличить по максимуму громкости. Экран перед глазами на небольшом расстоянии вредит. И все это создает определенное давление и стресс на мозг человека. И если у него есть еще хоть какое-то заболевание, хоть какие-то там кардиостимуляторы и так далее. Все это скажется негативно. И негативно скажется негативно. Эти проблемы есть, были и будут. На них индустрия немножко приватима. И поэтому все равно индустрия будет развиваться. И наша задача понять, как эти проблемы будут решаться. На самом деле, если вы посмотрите на оборудование, то там очень много запрещений. Вот это реальная инструкция. Реальная инструкция, в которой очень много ограничений. Вообще во всех популярных устройствах, самых лучших этапах, таких сейчас, таких мейнстримовых, ограничения либо 12+, либо 14+, либо вообще написано детям запрещено. Дети, если их пускать играть в виртуальную реальность больше, там, 15 минут, может, в день, ну, даже в 3 дня, они могут, у них могут быть необратимые изменения в развитии, которые, ну, очень, с которыми очень сложно им в реальности, потом, в реальном мире существовать. Они будут не такие развитые, как их коллеги, как их сверстники, которые никогда не знают виртуальную реальность. Но, тем не менее, все равно они являются тоже большим куском потребителей. И, наверное, те, кто видел клуб виртуальной реальности, захотели и смотрели, там, дети десяти лет вполне себе играют. И никто об этом, и даже их родители об этом не берутся. Это очень важно. Так, значит, сейчас я буду рассказывать про различные лазики в индустрии, просто, чтобы направить в то, чем гораздо разные специалисты разных направлений, значит, что сейчас действительно требует разработки и чего не хватает. О многом рассказали коллеги, я эти слайды постарался убрать, там, с пояснениями. Одно из самых востребованных сейчас – это разработка VR-контроллеров. Это сейчас активно разрабатывается. У вас, кстати, в Украине есть интересная компания «Ракун», они сделали контроллеры, которые могут сразу в нескольких измерениях управлять. И, кстати, эти контроллеры, они как социальный проект продвигают, потому что парализованные люди могут использовать это как мышку, если у них ограниченные двигательные возможности, они вполне себе с двумя даже могут вполне активно участвовать в различных социальных направлениях интернета. Значит, цена, естественно, об этом уже упоминалась. Сейчас активные разработки идут в том, чтобы популяризировать полноценный качественный VR и минимизировать негативные последствия. Необходимо разработать способы минимизировать себестоимость качественного оборудования. И над этим тоже ведутся разработки. Те, на тот же Tesla Suite они активно стараются полизить. Для того, чтобы на индустриальном уровне продавать свои костюмы, что все-таки будет выгоднее в долгосрочной перспективе, надо понять, как это сделать дешево, как минимизировать цены. Это надо рассчитать и активно ведется это само. Значит, очень важно для СНГ понять, что виртуальная реальность, она используется за пределами игрового направления и дополненная все это. И она имеет больший перспектив там. Вы можете продать зарубежную технологию, она там очень постребована. И если у вас будет возможность виденье, как это применить вне игрового направления, то вполне себе вы можете с этим идти брать гранты, какие-то дотации, искать партнеров в разных странах, как вы видели по статистике Варвары, так называемых. Оно востребовано в большей степени не в развлекательности. Значит, так же сложно привлечь к, очень важно привлечь к виртуальной реальности людей, которые не связаны с игровой индустрией. Надо продемонстрировать возможности. Так же, как Министерство образования в различных странах и показывают возможности, связанные с выгодой именно для их государства. Как у вас тут проект по возрождению каких-то исторических памятников и демонстрации, как это было. И таким образом это стимулирует официальный кризис. Конечно, в СНГ нам сложнее это сделать, потому что у нас с новыми технологиями во многих сферах люди, чиновники, знакомые очень поверхностно. Но, тем не менее, они прислушиваются к авторитетам. Необходимо привлечь авторитета, который скажет, да, это очень полезно, это нужно. И он будет авторитетом еще и для официальных лиц и чиновников. У нас, допустим, с 4.0, когда разработался проект, сейчас ведущий в середине одной организации, он главный невролог страны. Он реально в дни неврологии и нейрохирургии проводил исследования для того, чтобы потом можно было патентовать эту технологию, авторское свидетельство получать и использовать. Понятно? На самом деле у нас в СНГ очень большая проблема. Что-то придумали. О, классно, давайте это внедрим. Но самое главное, где граница профессионализма? Где мы становимся профессионалами? Когда мы знаем, кому нельзя, в таком случае нельзя это применять. До этого мы любители, которые что-то придумали. О, классно, давайте эту песочную баку съедим, давайте кому-нибудь кинем. Но как раз именно профессиональный уровень в том, когда мы будем знать, кому нельзя, потому что цель профессионала не только как помочь, но и как ненавидеть, защищая это направление от того, чтобы оно навредило социуму, вы защищаете и развиваете его в целом. Потому что одна ошибка, ну даже одна жизнь, она достаточно цена, чтобы вообще целую индустрию могли прекратить. В любом случае у нас в Беларуси одна проблема будет, все заплетят. И мне кажется, это с позиции, ну действительно, с позиции логики это правильно, из банальных ценностей человеческих. Но поэтому очень важно, если есть какие-то противопоказания, их в первую очередь исследовать. На самом деле в AR у меня тоже приходилось делать экспертизы проектов, и как я уже коллегам тут упоминал, если они достаточно активные, и там необходимо бегать, то это реально опасность для жизни, когда люди погружаются в какое-то медиа. Вот вы знаете по детям, которые начинают смотреть мультфильмы, в игру, и вы их не дозоветесь там что-то сделать. Многие геймеры, они погружаются, отличаются от окружающего мира. А теперь представьте, если они бегают вокруг бетонной, там, какие-нибудь мусорки, там, ступеньки и так далее. Они переломают ноги и все, это на раз, это сразу вам скажут. Они не специально тренированные там индии, или там боевики, которые там должны уметь периферическим зрением там что-то ловить и уворачиваться. Поэтому покемон ГО вам во многих странах запрещен, потому что люди реально от окружающей среды отключаются и погибают. Но... Кроме того, я вам рекомендую еще посмотреть на физиологические, биофизические какие-то исследования по тому, как виртуальная реальность срабатывает для человека. Потому что вот говорят motion sickness. Motion sickness это только один симптом того, что на самом деле происходит в человеке. Там нарушается связь нейронов, то есть синопсисы, которые, это и есть связь нейронов в головном мозге, которые формируются с возраста, поэтому у детей это запрещено. У них идет там замыкание, у них противоречие. Когда у вас информация с одних сенсоров идет одна, а с других сенсоров другая, они вступают в конфликт. И этот конфликт физически ощутимый. Отсюда потом и проблемы с адаптацией. То есть новичкам, особенно в преклонном возрасте, зачастую максимум 10-15 минут. И не дай бог еще в этом VR приходится бегать. Там сразу человек сложится, он может надолго отключиться от желания участвовать в этих экспериментах снова. Поэтому надо сразу разработать для того, чтобы подключить людей посторонних, которые изначально заинтересованы, там экстремалы всякие, молодежь. О, давайте я это попробую. Надо просто заранее сказать, чем это опасно. Потому что если один человек не будет хотеть, вы его заманите, на него это плохо скажется, и вы не сможете объяснить почему, ну все, тогда вы не сможете защититься от того, что он скажет, это опасно для людей. Понятно? Значит, как правило, все хотят внедрить это в какую-нибудь туристическую или игровую индустрию. Но плана как такового четкого монетизации нет. Кроме того, часто люди не проводят исследования, не консультируются ни с кем относительно того, что в данном направлении уже не запретено. И в нее и разработаны. Иногда, очень часто, особенно в СНГ, просто тупо копируют разработки, которые уже есть в рубежах. Они даже не знают, что они разрабатывают что-то, что уже есть. Потому что не провели исследование. И на моменте, вот у меня, я партнер юридической фирмы, бизнес-адвайзерс, которая работает в сети и игровой индустрии в частности, и часто на моменте регистрации, не проконсультировавшись с юридической фирмой, к примеру, с патентным бюро или с каким-нибудь исследователем, делают работу, потом приходят регистрировать авторское, а проверяют уже существующие патенты во всем мире и вылазят, что это уже есть. И можно было сэкономить время, нервы, ресурсы и сделать уже что-то, идущее еще дальше. Понимаете? И уверен, что у нас очень много талантливых людей, которые могут пойти дальше. Просто надо посмотреть, что уже есть. Основная проблема в СНГ – то, что люди, придумывая что-то, научившись что-то делать хоть как-то, они начинают говорить, что они чуть ли не первые, там, первопроходцы. В регионе возможно, но в мире мы во многих вещах, в образовании, игровой индустрии и так далее, мы очень позади поверить. Поэтому чему учиться есть. И постарайтесь, перед тем, чтобы запускать и вкладывать много времени, проверить, стоит ли это того. Значит, дальше. Одна из основных проблем виртуальной реальности – это проблема с глазами. зрения, потому что вот самая популярная форма – это вот эти вот шлемы и устройства, которые размещают экран недалеко от глаз. Эта проблема будет всегда. Поэтому в модильных устройствах оно не приживется, потому что качество еще ниже, и еще больше будет зрения. И, опять же, в… и вообще шлема, они, да, сейчас самая доступная форма, но все равно будут искать какие-то другие формы. И другие формы будут развиваться, потому что шлем всегда будет вреден. Абсолютно всегда. Шлем будет всегда вреден в больших количествах, особенно если будут там по времени сидеть. Всегда будет вреден для потребителей. Так устроена наша биология. Не бывает, чтобы медицина сказала, вот у вас перед глазами у меня экран, и это может быть полезно. Нет. Это всегда будет вреден. Так мы вспомним. Увы. Кроме того, если это существует, необходимо разрабатывать, или люди, которые профессионально с этим работают, необходимо разрабатывать балансирующую там полноценную, не просто так вот, что он должен отдохнуть, а полноценную диету, упражнения и так далее. Это не шутка. Наш организм должен балансироваться. И если он куда-то перегибает, как в виртуальной реальности, к примеру, надо подумать, какие упражнения есть. И это все разрабатывается и продумывается, в том числе и ассоциаций, и специалистами в разных странах, что делать, что есть, какой образ жизни вести, чтобы адаптация проходила бесполезнее, быстрее и вреда здоровья была меньше. Дальше. Очень, вот то, что мы упоминали, очень большая проблема, что воздействует на мозг одновременно и через слуховые нервы, и через визуальные. И это все очень интенсивно. Вы знаете, что в наушниках вообще вредно ходить. Мы уже говорили, что близко к экрану. А представляете, когда такой стресс одновременно на мозг, прямо рутом. Это действительно наносит вред. И невестибулярная система – это система ориентирования в окружающей реальности. На самом деле, она очень часто у нас нарушается. Человек считается, что на несколько секунд теряет ориентацию, проходя мимо зеркала. Где бы оно ни хотелось, мы тогда видим свое отражение или отражение пространства, мы немножко теряем ощущение пространства на пару секунд. Здесь то же самое происходит. И после этого оборудования людям приходится устраиваться к реальности. Но они живут в реальности. Какова бы виртуальная реальность ни была привлекательной, им жить и выживать нужно тут. Понимаете? Абсолютно несовместима виртуальная реальность с любой медицинской технологией, которая в человеке может быть мотивована. Никак. Это вредно, опасно и чревато. То есть сразу куча категорий людей. А кто, скажите, кто вот слышал, чтобы вот перед тем, как дать шлем, спрашивали у кого-то, скажите, у вас есть там кардиостимуляторы, вы там на лекарствах, на антибиотиках, у вас повышенное давление. Кто-то слышал, что такое спрашивали? Отлично. Один человек. И это хорошо. Это начало. Это путь к светлое будущее. Но то, что это все равно делает недостаточно людей. И хорошо это продвигать. Потому что реально мы так защищаем людей. А наша задача не просто им втюхать что-то, а потом сбежать. Наша задача с ними существовать и приносить им пользу. Только этот проект имеет будущее, какое-то стабильное. Дальше. Здоровье детей очень-очень опасно. То есть сразу проблемы на всю жизнь, если дети до 12 лет, однозначно. Мы в исследовании использовали еще психиатров с огромным стажем. Люди, которые закончили Киевский университет. Что это в 3-ти дни в войне медицинские. И как бы все в один голос говорят, что вообще до 18 они бы не рекомендовали. Поэтому, ну, что бы тут не было запрещено, люди все равно будут покупать и использовать. Наша задача посмотреть, как можно защитить общество от этого. Что-то балансирующее может предоставить. Какие-то, может, витамины можно к этому продавать. Кстати, ну, не дай бог, недобросовестным людям попадет в витамины, которые компенсируют проблемы со здоровьем детей после того, как они играют в реформальные реальности. Это же нормально может выстрелить, правда? Родители же не экономят на детей. Так, значит, виртуальная реальность может изменять восприятие и деформировать восприятие окружающего мира. Дело в том, что есть понятие деформации восприятия. Слышали про такое? Оно происходит всегда. Если вы общаетесь с людским кругом лиц, и там все картают. Или если вы общаетесь с людским кругом лиц, и там все отдают деньги и не возвращают. У вас складывается впечатление, что такие в мире все. Если вы посмотрели фильм, где после звонка, после того, вам кто-то звонит и говорит, осталось 7 дней. И там все, кто звонил по мобильнику, все говорили, вам осталось 7 дней. То после этого фильма у вас зазвонил телефон, и вы думаете, глядя на него, подымать или нет. Потому что у вас на некоторое время деформировалось восприятие реальности. То же самое происходит и в VR-технологиях. На самом деле, это восприятие реальности, оно очень сильно изменяется. И в случае того, помните, я упоминал, что в Tesla Studio, когда начинали разработку, уже там за рубежом было популярно жилеты и всякие тактики и так далее. Американцы гордятся тем, что они в жилеты свои, которые они разработали, встроили датчики боли. Реальные, настоящие боли. Чтобы люди могли испытывать боль в обратном сердце. А знаете почему? В основном они разработали эти жилеты для того, чтобы тренировать правоохранительные органы и вооруженные силы. И из-за того, что там не было болевых ощущений, это деформировало их восприятие реальности. Деформировало их восприятие опасности. Начали атрофироваться их рефлексы и инстинкты. И таким образом, получается, они только начали портить профессиональные навыки своих подопечных. И им понадобились датчики боли, чтобы не так деформировалось восприятие реальности у правоохранительных органов. Чтобы они знали, что будет боль. Чтобы они этого избегали. А не просто, о, он у меня тряханет и я побежал дальше. Понимаете? Это очень важный момент. И обучение гораздо быстрее происходит. Это как, знаете, шокерами, когда тренируют собачек. И это только маленький момент. Люди, когда, извиняюсь, смотрят какой-то фильм, когда они смотрят нульные оперы, им кажется, что во всем проблема одна. И все все время какие-то интриги строят там. Если они очень много пересмотрят аниме, у них ощущение, что там все такую мимику осуществляют. И там инфектилизм в поведении – это абсолютно нормально. А все главные герои – они такие одинокие волки. И это очень привлекательно для всех окружающих. То есть, но это, на самом деле, деформация восприятия. Жизнь очень многогранна. В жизни нет белого и черного. Людей характеризовать очень тяжело. Нет плохих и хороших. Есть плохие поступки неправильные. Не отвечающие на качественности реальности. Вредящие поступки и положительные. И один и тот же человек может делать и те, и другие. Даже право оценивает не человека, а поступок. Понимаете? Так. Значит, ну, разработка более технического. И позволительные. Значит, это, кстати, все фотографии от Анастасии. Я же не могу это. У меня просто право на их использование. У меня карт-планш. И поэтому я могу. Вполне качественные фотографии, правда. Горитым со своими. Значит, дело в том, что, во-первых, эволюция происходит, как уже сказали наши коллеги и коллега прямо передо мной выступавшие. Спасибо. Действительно, люди эволюционируют, адаптируются. И адаптация как бы качественнее будет проходить, когда больше объема людей будет играть в виртуальную реальность. И, опять же, но есть и другая сторона, которая срабатывает так же. Значит, процесс адаптации будет увеличиваться, если менее качественное, но более дешевое оборудование будет. Понятно? Надеюсь. Значит, мобальная вир, он будет расти. Поскольку он самый дешевый, все равно. Знакомая, да? Вот у нас тут как раз сегодня мы испытывали. Он все равно будет развиваться. Потому что, как вы знаете, дешевое и бросовое, оно всегда пользуется популярностью. И дешевые сигареты все равно продаются. У нас в Беларуси вообще пуша там есть, угроза там. И все еще продается. Может, молят? И все такое. Но здесь просто люди будут начинать с самого простого. Как любовь к музыке и к искусству. Вначале с самого популярного начинается. А то вкус развивается и так далее. То же самое и здесь. Люди будут покупать самое дешевое для того, чтобы попробовать, понравится ему или нет. А потом уже покупать самое качественное. Не каждый может вложиться в что-то дорогое, не зная на сколько нужно с этим. Опять же и в плане подарков, когда неизвестный человек хочет конкретно это или нет. Людям проще спроситься и купить человеку что-то дешевое. И это все равно самое продаваемое в этой индустрии оборудование. Как мы уже упоминали. Дело в том, что все, что связано с VR, VR и так далее, оно связано не только с визуальной аудиальной погружением. Полное погружение ощущений. И притом не забывайте, что ощущение и восприятие это абсолютно разное измерение психической деятельности человека. То есть ощущение это конкретно, когда мы чувствуем качество холодное, горячее, гладкое, теплое, шершавое. Восприятие не апеллирует такими понятиями. Восприятие апеллирует целостными образами. Понятно? Если вы закрываете глаза и слышите чей-то голос, вам восприятие сразу из вашего арсенала, который в памяти арсенала разных образов, выдергивает сразу целостный образ того, кто говорит. Вы его видите, но образ у вас рисуется. Это не воображение, это восприятие. Если вы затронетесь в стул и чего угодно, то сразу здесь выходит. У меня осталось мало времени, поэтому я быстро-быстро сейчас представил и потом сможете задать вопрос. Так, это про возможность участвовать в мероприятиях в одиночку. Так, юзабилити, об этом уже говорили. Интерфейс юзабилити очень страдает и на это упор очень большой будет, настройки и тому подобное. Естественно, тоже с тесла-сильтой респирацией. Новые технологии их ждут, хотя и, несмотря на то, что я постарался вам упомянуть много других направлений, их еще больше, о которых вы даже не задозреваете. Запахи там, всякие другие сенсорные ощущения, температурные и тому подобное. Кстати, костюм возможность дает изменять температуру и тому подобное. Дальше, 360 уже не такой, как раньше 360, который по кругу смотрит. Сейчас, в 360-х, я вот так увянул вам франк-пикчер, где-то там еще ходит, это уже сфера. И это большая проблема, потому что постановочное очень тяжело делать. Где некогда, когда негде спрятать оборудование, там шнекер, или где некогда, негде спрятать съемочную группу, приходится все прятать зеленку. Значит, киноиндустрия, индустрия развлечений, она тоже ищет новый способ, новые технологии применять. И уже появляется кино, историческое, документальное и другое веб. И уже отмечают их наградами. Онлайн-магазины, вы уже видите, существуют в Японии, пожалуйста, и в Китае онлайн-магазины. Полный VR, пожалуйста. Значит, образование. Мы уже упоминали, применение очень много. Социальная активность. Упоминали, что Google, Facebook, Telegram на эту настройность. Действительно, очень много крупных компаний, они анонсировали в начале этого года, что они будут упор делать на создание социального VR. То есть VR, социальная сеть. Это здорово. Такое уже делали, и если вы знаете индустрию настольных игр, то сделали полностью в 3D виртуальной реальности. Tabletop и Tabletop Simulator. Люди могут просто виртуально собираться за столом и там играть точно так же, как за реальным столом. Сами следить за правилами. Можно ныкать, когда вернется другой игрок, можно ныкать пешкой. Любую игру. Просто фигурки создаете, играйте и двигайте сами. То есть это все уже, на самом деле, давно есть. Хоть они просто решили этот под свой бренд взять, потому что технологии уже есть. Опять же, Motion Capture и оборудование начинают как встроенные, так и в оборудование, которое на чиновники, так и сторонние. В основном используются в тренингуляции, вы знаете, и оно тоже развивается, потому что провода создают очень большую опасность. Будут искать способы это минимизировать. Опять же, гаджеты уже появились. Вы знаете, что PlayStation гордится тем, что у первых появилось ружье, и они выпустили пороги. И они благодаря этим гаджетам лидируют на рынке в некотором образе. Потому что они больше глубину, как бы, именно этого experience, immersive experience, опыта погрушения могут представить. Но все другие, как вы видели, они будут стараться копировать эти же разработки и предоставлять своим потребителям то же самое. Значит, просто платформенное использование. VR сейчас используется в очень многих направлениях, в том числе, кстати, в Real Estate очень активно VR создается, допустим, ну, кто не захочет в VR походить по будущему в своей квартире, домику или там чему-то угол. У вас, кстати, украинская компания есть, я его видел, которая работает с архитекторами и создает архитектурные проекты, и потом их можно за всех сторон рассмотреть. Значит, location-based entertainment, drink all day. Мне кажется, что в любом пабе должен быть. Там принцип игры, это когда... Ну, они сделали это для хакатона, не ожидали сами. Там пьешь алкоголь и стреляешь в дом, и стреляешь на месте. Все. И чтобы выжить, тебе надо пить алкоголь, это твоя жизнь. То есть, и тебя пьют, и ты пьешь. И мне кажется, это игра-мечта просто в каждом пабе, на кое должно быть. Как бы, это гениально. Да, и у них есть цензурная версия, но эта игра вот... Ну, неожиданно. Как только ее начали критиковать, он стал популярным для себя. Значит, VR-дизайнеры. Для того, чтобы использовать VR, мало просто научиться делать что-то в VR. Необходимо научиться использовать этот дизайн и его уникальные возможности. Помните, как я вам Водика Паздура из вам 51 цитировал? Вот он интервью давал, у меня был в гостях в субботу, и мы интервью давали, я переводил, он сидел. И он сказал, что используйте инструмент, если вы хотите на высоком уровне работать, стать людьми действительно качественными при работе с таким инструментом, используйте его так, как нельзя использовать никакой другой инструмент. Чтобы люди, увидев, сказали, да, это VR, и больше никак это сделать нельзя было. Вот как этот замок. Да, это VR, и никак больше нельзя было бы это создать. Ну, тут много статистики, у вас будет это доступно. Интересные циферки. Они доступны будут в... Ну, и реальность нельзя заменить. Все равно в виртуальной реальность скандаля, как мы говорили, будет блеклой тенью реальности. Поэтому не забывайте, какой бы вы упор там ни делали, живете вы в реальности, и результаты восстановлены. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот здесь вот такие вопросы. Что ты говоришь, виртуальная реальность, это типа, как, обмена нашего восприятия, там, и начинается дальше. В основном, иди акцент на оптиму, галери, и гараж. Вот, вы видите, наиболее простой вариант. Наши 3D кинотеатры 20 есть. Можно ли его называть виртуальную реальность, или не можно? Это, как бы, раз, вопрос. Другой вопрос. Что мы тогда дедей пускаем? Это, другая вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ Это наш интерэкшн с той, что мы что-то маем возбить ею, и воно везде что-то мает на нас впливать. Чи достаточно просто подменить, а мы себе пассивно можем взглядать? На самом деле, виртуальная реальность действительно, технологии, которые сделаны виртуальные, технологии виртуальной реальность, такие, какие мы сейчас ее знаем, их теперь распринимаем. 3D технологии, они здесь не последнюю роль играют. Но, тем не менее, виртуальная реальность, она подразумевает, действительно, интерактивность. Интерактивность, мы поворачиваем голову, поворачиваем изображение, то есть интерактивность, эффект присутствия. Если мы сидим и смотрим на 3D изображение, мы все равно ощущаем, что его нет. Да, мы видим его многомерность, но иногда мы можем попытаться увернуться, если он у нас летит. Все равно пытается покушение какое-то на нас сделать. Но интерактивность минимальная. С нашей стороны никакой информации туда не попадает. Без интерактивности мы не можем это называть виртуальной реальностью. Называть, на самом деле, виртуальной реальностью можем, потому что это технологии и задействованы виртуальной реальности. Но не только этот. Толбис Раундзвук тоже, он задействован виртуальной реальности, и мы тоже можем говорить, что это технологии виртуальной реальности. Но это неполно. Виртуальная реальность может быть даже, если мы в планетарии пришли, тоже виртуальная реальность. Ну да, кстати, то, что забивает сенсор, вот у слепого какой-нибудь долгий с рамцем кислого сидит, это в ариквиртуальной реалии, значит, да-да, прошу прощения, там был вопрос о подвале игры, а нет? Вопрос в первую очередь, компания, которая занимается знанием включения для архитектуры с использованием ариквиртуальной реалии, в названии можно? Ой, к сожалению, я не помню рассказать. Возможно, весов? Вот, честно, я не помню, помню это название, но те коллеги, которые были во Львове, они, они, я попробую посмотреть по записям, потому что с тех пор у меня много уже мероприятий было, но к сожалению, там было достаточно много этих виртуальных компаний, и я помню даже когда Инди было соревнование, я был одним из судей, и присудили, ну там три парня, они вообще квест интерактивной виртуальной реальности разработали, там, в советском антураже, какая-то какая-то станция отличная. Но просто качество продукта тоже для трех человек, что они сделали, было уникально. Но, к сожалению, название я вот на самом деле не скажу. Нет, просто лицов ты его тоже любил, там, как-то архитектуры, но именно внутренние. То есть, ванда и комнаты кухни, одеваешь очки, будешь. А здесь, ну, здесь демонстрационный вариант был как раз такой, что они там на дамбе знаменитые, они там телепортировались. Вы знаете, вот из-за того, что, когда вы двигаетесь в виртуальной реальности, болезненно наш мозг это воспринимает, очень многие используют вот эту фичу телепортации. То есть, мы не ходим там и все это так, потому что тогда у нас когнитивность у нас очень жестких, потому что мы вроде бы стоим на месте, а мозгу даете команду, что мы идем и передвигаемся. Это очень принастраивает все изходные наши настройки заводские. А поэтому многие, чтобы минимизировать негативные, они так вот создают технологию, по которой вы выбираете куда, просто очень так, и телепортируетесь и уже с две локации смотрите. Это, ну, негативные моменты минимизируют и более приятное как бы освоение создают. Да? Я же сам говорил про конфликт в CMS, синапсисе, когда идут разные информации разных сенсоров. Теоретически, если получить у человека факт, чтобы все, ну, скажем так, эмулировать реальность, чтобы были ощущения обо всех сенсорах один и те же, которые мы с вами сделали, какая-то консистентка. Теоретически, когда конфликта нет вот этого? Теоретически, если все сенсоры задействовать, конфликта вообще не будет. Но мы даже не все сенсоры знаем. Как бы у нас много органов чувств, у нас есть ощущение равновесия, ощущение пространства, у нас есть ощущение внутренних органов. У нас этих ощущений можно перечитать в список, конечно, нигде не найдете, и мы до сих пор какие-то новые моменты. Там, если с эзотериками поговорить, там вообще просто будет, да, там, в том числе слой, чакры там. Но мы не знаем, мы еще все-таки не все исследовали. Какое-то мы, чем больше мы задействуем, вот как, допустим, сейчас 10D там делают, на самом деле это тоже виртуальная реальность некоторого рода. И чем больше сенсоров мы задействуем, тем меньше мы подскоречились, конечно. Я брал, какие-то есть в сравнении, там, всякие вот сновидения, которые, на самом деле, наоборот, они располагают психику. Это сновидение и воображение – это совсем другое. Совсем другие процессы, совсем другие свойства психики используются в этих моментах. Даже галлюцинации и воображения не стоит путать. И, опять же, там, даже между галлюцинацией есть реальные и мнимые галлюцинации. И это на разных этапах, как бы, формирования и анализа сигнала, там, уже проблема, скажем так. Поэтому здесь, здесь, ну, очень сложно. Человек – сложный механизм. Синтетически все психиатры в одном голосе говорят – невозможно полностью идентично человеческому сделать интеллект. Можно сделать классным искусственный интеллект, развитым, но абсолютно идентичный человеку по возможностям и многоградности – невозможно. То есть, нельзя сказать, что даже если мы там артигенно сэмулируемы все, там, все ощущения, все были, то это все равно со сновидением там даже не сражается. Психически. Сложно. Сновидения до сих пор изучают, и результатов там очень много. Дело в том, что в сновидении тоже, там много же уровней, и много, много очень сильно процессов происходит во время сна. Если мы говорим о той образной части, которая происходит, которая оставляет у нас какой-то опыт, ощущение, что мы пережили, что-то, кстати, некоторые виды дежавю, они как раз связаны с тем, что мы пережили во сне какое-то, и вот это ощущение опыта, оно всплывает потом в какой-то ситуации, и нам кажется, что мы это переживали, и факт, и мы это переживали во сне. Вот с этой частью возможно, но с другими частями и функциями сна, ну, не знаю. Спасибо. Спасибо большое. Да-да. Спасибо. Ваш Молтон, на сколько реально стоит виртуальная реальность, и очень часто, на базе глаганов? Мы вот это обсуждали, и действительно, мне кажется, что голограмм, если доработать эти технологии голографические, они вполне себе могут... Я еще работаю на карте криминалистики в ВГУ, и голограммы, они в криминалистике используются вполне себе. То есть, они уже давно использовались, как вот сейчас в виртуальной реальности мы смотрим по кругу, голограммы старались использовать для того, чтобы вместо преступления зафиксировать и потом исследовать это все. То есть, на карте криминалистике мы те еще ролевые игры устраиваем, да. И когда-нибудь, надеюсь, дорастем до этих технологий фиксировать. Но проблему над тем, как сделать фотографию, полноценную обзорную, обзорную... Ну, там, кстати, вот все эти термины, как делать обзорную фотографию, и так далее, они в Киминалистике уже давно есть, еще до того, как даже фотоиндустрия до этого дошла. Потому что это нужно было для реальной работы. И ориентирующая там, и так далее, это все, как это все нам может срабатывать, это все. И голограмма, действительно, тоже технология, которую, может быть, как в SteamBank говорить, что мы не все технологии до пределов разбегли, мало ли. Кто его знает? Есть очень много границ в науке, которую еще не двинули. Вполне себе. Технология, как голограмма, технология проективная все, они вполне себе могут участвовать в этом, чтобы мы убрали этот шлем в реальности, вот что-то интересное. Иллюзианисты используют технологии виртуальной реальности, дополненной. Иллюзианисты используются в медицине для лечения последствий после инсульта. Но при этом она вредная. Как это выделено? Дело в том, что она используется с учетом противопоказаний. То есть, допустим, как мы упоминали, человек может концентрироваться на каком-нибудь изображении. И вы знаете, геймеры иногда, они сфокусируются на каком-то изображении. И отключится от прораживания. Если у вас есть малолетний ребенок, а были такие случаи, когда семья геймеров, там, какой-то кланами брали какую-то крепость, а у них малолетний ребенок плакал, они забыли, и он умер. Их судили за то, что он просил еды, а время пролетело, знаете, как в казино. Ощущение времени не пропадает, еще одна форма ощущения, в том числе ощущение времени, да. И в казино тоже же используется специальный закрашивание. Нет часов, специально окна все закрыты, чтобы ощущение времени терять. В игре ощущение времени не пропадает, а не потом, потом покормим. Ребенок кричал, кричал, и тоже у себя не скончался. Потому что, оказывается, пролетели сутки. А не геймеры, а не диндзеров. То есть, но с другой стороны, если сконцентрировался, допустим, он болен. То есть, для того, чтобы обезболивать безмитикаментозно, это используется в том числе. Для того, чтобы посттравматические синдромы, как бы, разрублять, тоже используется. То есть, много разных моментов, где это действительно, у каждого свойства есть негативные и позитивные эффекты. У каждого лекарства есть противопоказания. И это все, что нам помогает, оно может и вредить. И все, что нам вредит, может и помогать, если это грамотно изучить. В этом и есть смысл действительно качественного исследования направления. Где оно вредит, а где оно помогает. И то, что вредит, с другой стороны, может помогать. Это такая туристичность в мире останутся. Да. Прошу прощения, там вот, раньше. Ну, на самом деле, действительно, если учесть, что есть эффекты плацербо, есть вот эти стигматы знаменитые, то если технология погружения, а это технология погружения, Immersive Technology, если оно дойдет до какого-то там совершенно высокого уровня, то у людей мозг будет делать их переживания реальными. Вполне себе это вполне можно утверждать, что при очень высоком. Я не знаю, пока что эти технологии далеки от этого, но дети, допустим, они опять же глубже погружаются. И у них как бы, они себе очень, и когда мы неправильно делаем ошибку, спрашивают, что ты любишь, а он еще не может определять, что он любит. Он даже не знает, как это определять. Он придумывает тебе что-то, я это не люблю. И потом на всей жизни это может сказаться. Поэтому детям еще одна причина, почему им опасно не давать. Они глубже погружаются, и, может быть, вот эта психосоматика, так называемая, проявится. Так, кто там с вами был? Да. У меня два вопроса. Первое, скажите, пожалуйста. Знаете, какие-то проекты на СНГ-регионе, которые лечат, в плане, там, страхи, да, какие-то там, синдромы и подобные. То есть, здесь они такие, потому что они больше помогают, чем клиент, да. То есть, там, у человека, там, страх высоты, он очень альфинист, там, да, и так далее. Я говорю, читай, так вот, готов, пожалуйста, это чек, там, да, чтобы вымчили нас там. Вот, есть ли какие-то проекты, которые ты знаешь? Это первый вопрос. Второй вопрос. Твое мнение к поводу линз, дополненной интегатальной реальности? То есть, как они будут работать, чтобы не вредить зрению, но, там, изменять реакцию, например. Я думаю, ты тоже смотрел жирное зеркало, да, с этими людьми, которые, там, собаку там прятали, да, носили и уголовных. Вот, вам вопрос. Практики есть, например? Значит, практика, как я упоминал, вот, использование медицинских целей реабилитации после инсультов. Но, поскольку технологии погружения, именно, нетрадиционной виртуальной реальности, в СНГ очень развито, например, направление тоже сказкотерапии. Когда человек погружает какую-то, ну, это фактически ролевые игры, в которых их погружают, для того, чтобы и там профилактика страхов, и так далее, и тому подобное, осуществляется уже давным-давно. У нас это очень, ну, книг очень много об этом написано. Там, кстати, для разработчиков игры шикарной книги есть атлас сказочного мира, как его разрабатывать, как это на потребителе потом сказывается, какие там должны быть заприномерности реализованы, чтобы противоречия подсознательные не вызывать. Очень классные книги. Но они, в основном, как в психологии и терапии используются. Это очень популярные методики, они публичные. Просто у нас технология VR, она традиционная такая коммерческая, она так глубоко не спустилась. Я уверен, что они есть, просто я владею по территории СНВ только теми, информацией только от тех, кого я реально знаю лично. Я не изучал в СНВ. СНВ – темный лес, полной статистики не найти, там мало всего этого, там мало сотрудничества. Есть российская, вы знаете, ассоциация виртуальная и дополненная реальность, которая говорит, что Варвара там не очень эффективно работает, они считают, что у них надо по другому работать и так далее. Я вот связывался, как бы, с девушкой, которая руководитель этого. У меня пока нету данных по СНВ. Но я могу сказать, что если мы делаем, почему бы не использовать это? Наверняка кто-то делает еще. Мне упоминали, что вот по обезболиванию тоже используется. И наверняка еще какие-то. Вот тут вот спикер сегодня должен быть наверняка. Он тоже по другим направлениям вот расскажет. Может, он с этим симптомом работает, может, он тоже там расскажет. Ребят, я вынуждена вас прервать. Я не знаю, насколько это происходит. Я переношу все обсуждение. У вас будет возможность Ярослава подергнуть на кофе брейки. Спасибо большое.